Дорогие друзья, добро пожаловать в мою мастерскую, где каждый учитель развивает свое педагогическое мастерство, поэтому рекомендую обязательно, если вы еще не подписаны на мою страницу, подписаться. Здесь вы получите очень много полезной информации для себя. И самое главное, коллеги, объясню, что происходит на моей странице. Педагогическое мастерство, сила нашего педагогического мастерства заключается не только в умении использовать определенные методы приема, хотя это тоже важно, сколько в системе наших убеждений. Вот именно убеждения соответствующим образом мы и меняем на моей странице. И я приветствую сейчас тех участников, которые подключаются к нашему прямому эфиру. Добро пожаловать! Всех приветствую! Всем шлю теплый-теплый привет из мартовского, все еще пасмурного Таллина. По-моему, за эту неделю ничего не изменилось в нашей погоде. И теплый привет еще коллеге из Таллинского университета. Нахожусь сейчас здесь. Олеся, здравствуйте! Задержала выход эфира ровно на час, ровно на один час, коллеги. У меня было совещание. Я думала, что я успею и завершить совещание, и посетить совещание, и вовремя с него уйти, и вовремя подключить эфир. Не тут-то было, не получилось, поэтому на час позже выхожу. Так, ну что, ждем, традиционно ждем сейчас наших участников эфира. И тогда приступаем к сегодняшней нашей теме. А тема эфира, коллеги, та, которую вчера я затронула в своей публикации, а именно использование викторины в учебной работе и выставление отметки или не выставление отметки за викторину. Вот, кстати, коллеги, те, которые сейчас уже здесь смотрят, вот если вы вчера в комментариях не написали, вот напишите сейчас, с какой целью вы используете викторину в учебной работе. Под викториной я здесь все-таки подразумеваю, наверное, цифровой веб-сервис, потому что викторину в разным образом можно провести, да? А я имею в виду те викторины, которые мы создаем посредственно в цифровых каких-то веб-сервисах, например, Kahoot или Quizis или Triventi, или что там, Quizalize, что у нас там еще много чего. Припликерс, много чего у нас есть. Здравствуйте, Лидия. Наталья, приветствую вас. Вот, коллеги, напишите, с какой целью вы проводите викторину в учебной работе и выставляете за нее отметку или нет. Вот если в комментариях еще не отписались, а комментарии я прочитала все, я, кстати, сейчас даже еще открою у себя здесь на компьютере, и всем тем, кто ответил на комментарии, огромное спасибо, коллеги. Прочитала с огромным интересом, не стала в этот раз реагировать на комментарии лайками или сердечками, как я обычно делаю. Просто все комментарии внимательно прочитала. Вот. Так что всем огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши комментарии. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Так, ну, коллеги, кто-нибудь напишет? Выставляете отметку или нет? Добрый день, добрый день. Сейчас мы с вами начнем. А я пока, вы думаете, и пока, наверное, у нас разница во времени, наверное, несколько секунд подойдет до каждого участника. И я вам опять коротко скажу ту ситуацию, которая вот так сподвигла меня на эту тему. И вчера был очный курс, живой курс с учителями. И, кстати, всегда вот каждая живая встреча с учителями, вот несмотря на то, что я так много работаю с учителями онлайн, вот каждая живая встреча, она всегда во мне запускает какой-то новый мыслительный процесс. И вот вчера мне задали вопрос, тема у нас касалась создания викторин при помощи сервиса Х5П. И учителя изучали материал, который я им предоставила по этой теме. И они спросили, почему, Марина, вы пишете, что если мы проводим викторину на отметку... Ага, Лидия пишет, оценки не выставляю. Хорошо, так, Виктория подключилась. Виктория, добро пожаловать. Так вот, Марина, почему вы говорите, что если мы проводим викторину на отметку, точнее, это уже даже больше уже не викторину превращается, а, наверное, больше в тест, то лучше для этого использовать, например, такие сервисы, как Google Forma. В принципе, кто мешает ровно то же самое сделать и в кахуте. И вот меня эта мысль, несмотря на то, что мы поговорили, мы обсудили, там была хорошая такая живая, интересная компания, мы все это обсудили радостно. А вы знаете, у меня так засела эта мысль в голове, что вот я ехала домой, думала, вечером думала. А даже нет, еще до того у нас было совещание потом в Таллиннском университете, и вот я параллельно на совещании, и тут же вот эта вот мысль идет у меня. И я села и написала вот эту вот коротенькую публикацию для вас, задала этот вопрос вам, и все это время обдумывала и накидывала из себя кое-какие мысли. Вот сейчас я мыслями-то своими и поделюсь. Так, ага, Олеся пишет, отметку ставлю в кахут тем, кто занял первые места. Так, и Виктория тоже пишет, отметить оценка только первых трех. И, по-моему, Виктория писала и здесь на Facebook странице, да, мне кажется? Да, Виктория и здесь писала, ага, согласна, первую сослужили оценку поощрения. Да, все, все ваши ответы прочитала. Ну вот теперь давайте пойдем, коллеги, с вами рассуждать, думать. Буду расшифровывать, что же это значит, что же моя мысль, что же я хотела сказать своей мыслью, своим предложением. Вообще здорово, когда вот что-то так, хоп, и спонтанно тебя заводит на то, чтобы подумать. Я же к своим мыслям привыкаю, я же со своим мыслям привыкаю. Итак, Оксана пишет, здравствуйте, мы тоже хотим очные курсы в Беларуси. Оксана, мы так давно не были с Юлей в Беларуси, я тут только недавно, по-моему, предлагала, что, может быть, мы съездим в Беларусь. Давно мы там не были. Коллеги, все обсуждаемо, все обговариваемо, обговариваемо. Если есть запрос, пишите мне, будем обсуждать. Кстати, сейчас, коллеги, прежде чем перейду к нашей теме, еще хочу сказать, что сейчас появляется запрос на то, не только на то, чтобы мы, например, приехали куда-то и провели где-то курсы или выставили, а на то, чтобы к нам мог учитель со своими коллегами, а были такие запросы, чтобы и со своим классом приехать к нам сюда, в Эстонию. Вот даже такие запросы были. И, соответственно, та сторона, которая хочет приехать, она берет на себя, конечно же, вопрос финансов. Где-то, кому везет очень сильно с родителями, где-то родители очень хорошо это поддерживают, где-то, где очень хорошо везет с директором. И есть, например, какие-то источники финансирования, идущие с проектов, что, соответственно, школа организует. В общем, у каждого свой подход. Вот. Но сам факт, что вот такой запрос тоже поступает. И я, например, сейчас уже начинаю продумывать различные программы для как учителей, которые, например, приедут сюда в течение пяти дней учиться, или в течение недели пройдут обучение, либо для учителя, которые приедут своими учениками. Соответственно, они тоже хотели бы обучаться, только, конечно, это обучение какое-то должно быть близко им по теме, в каком-то интересном, атрактивном месте. Вот. Так что запросы есть разные. Было бы очень интересно вот такие вещи, конечно же, мне организовать и провести. Итак. Ну, все. Вот. Поговорили. В общем, коллеги, есть предложения, есть мысли, то пишите мне лично. Либо на Фейсбуке вы мне пишите. Но на Фейсбуке только на странице, коллеги. Мне иногда, бывает, пишут личные сообщения на Фейсбуке, а я туда не захожу. А когда захожу, удивляюсь тому, как много людей мне написало. А так как мы не в друзьях, я их эти сообщения не получаю, они куда-то отдельно, в отдельную папку складываются. Кстати, надо снова зайти почитать, будет посмотреть, не забыть бы. Итак, коллеги, ну вот поехали. Итак, викторина в учебной работе. И ставим или не выставляем отметку за эту викторину. Если выставляем, то когда, если не выставляем, то почему. Итак, вот смотрите, коллеги, все начинается с того, что мы задаемся вопросом, с какой целью мы проводим викторину в нашем классе. Какова цель? Неважно, какую викторину я беру. Я беру викторину Кахут, я беру викторину Квизис, или я задействую, например, Пликерс для этого. Какая у меня цель? Всегда все начинается с этого. Исходя из того, какая у меня будет цель, уже плавно вытекает и выбор инструмента для проведения этой викторины, и, соответственно, вопрос с оцениванием тоже будет сниматься. Итак, вот теперь смотрите, коллеги, если мы проводим викторину, ее же можно провести, например, для контроля, а можно провести ее для процесса и для учебы. Вот если мы проводим ее для контроля, если мы проводим ее для контроля, и ученик у нас, если мы контролируем, значит, у нас ученик будет получать отметку. О, Катюш, привет! Слушаешь меня? Или, как всегда, без звука смотришь? Так вот, если мы проводим викторину для контроля, и ученик у нас получает отметку, и мы, например, берем для этого такой инструмент, как Кахут, то такие факторы, как музыка фоновая, да, ну, конечно, ее можно отключить, как скорость, как технические какие-то неполадки, может возникнуть что-то, да, на телефоне читаешь, смотришь на экран, положил на экран своего телефона как-то рукунь и выбрал вообще не тот совсем ответ. Вот такие вот факторы, они вводят нашего ученика еще один дополнительный стресс, потому что и выполнять работу на отметку, скажем так, небольшой все-таки стресс, а для некоторых большой, и плюс вот эти вот еще факторы, они также тебе добавляются и добавляют, ну, лишнего стресса. Ага, слушаешь, я очень рада, что слушаешь. Я рада, что ты попала на мой прямой эфир. Они добавляют еще нашему ученику стресса, который также не способствует тому, чтобы ученик правильно выбирал ответ. И многие ученики признаются, да и не только ученики, даже студенты признаются. Юрий, например, когда использует Кахут, несмотря на то, что он отметку за него не ставит своим студентам на лекциях, они признаются, что ты смотришь на вот это вот убегающее время и забываешь сосредоточиться на вопросе. Понятно, что мы можем, мы не можем, точнее, нам можно было бы приспособиться работать в разных условиях, но, но, тогда мы именно этим занимаемся, мы понимаем, что мы сейчас делаем, и тогда мы не выставляем за эту отметку. То есть мы экспериментируем, мы проверяем самих себя, а потом анализируем, удалось сосредоточиться, не удалось сосредоточиться, что мешает, что не мешает и так далее. Итак, психологи, коллеги, также они не рекомендуют делать акцент нам, учителям, на скорости ответов. Скорость ответов, скорость выполнения задания ни о чем не говорит, никаким образом. Если кто-то отвечает быстрее, это не показатель того, что он гораздо умнее того, кто отвечает медленнее. Они оба решили правильно, скорости просто разные, по скорости мы учеников не сравниваем. Это ни о чем никак не говорит. И в Кахуте, вы же знаете, там выстраиваются первые три, всегда относительно скорости. И кто-то на четвертом месте мог опоздать с какой-то там долей секундой, но он уже на четвертом месте, его не видно, но при этом он правильно ответил, большую работу проделал, но вот по скорости не совпало. И при этом, что скорость иногда, коллеги, может зависеть от интернета, то есть даже не от меня. Может быть я вообще там быстро думаю и первой нажала на кнопку, но в этот момент немножко интернет меня подвел, и мой ответ пришел последним для системы, и как будто бы я ответила не быстрее всех. Вот если все эти вопросы, они обсуждаются с классом, это не значит, что строго нет теперь. Теперь, если все эти вопросы мы обсуждаем с классом, ребята это понимают, они не обижаются, не оскорбляются, не плачут, не говорят о том, что это несправедливо, нечестно и так далее, и так далее, то, конечно, в этом случае можно даже поощрить учеников и поставить, кто отметки ставит, кто, например, пункты первым ставит, то есть не сразу мы получаем, например, пятерку, а, допустим, плюс один балл к твоей следующей контрольной, или просто ты накапливаешь какую-то систему баллов, а потом учитель каким-то образом это превращается в отметку или ряд отметок, ну, у каждого, у каждого своя система. Теперь далее, коллеги, далее, сейчас я почитаю ваши вопросы и пойду далее в викторины как контрольную, сейчас я посмотрю, что вы тут написали. Так, Инга пишет очень внимательно, слушаем, огромный привет вам, ну вот это тоже шлюп, шлю еще один теплый привет в Беларусь. Так, Катя пишет, кахут использую исключительно в целях закрепления и повторения материала. Наталья, можно посмотреть протокол ответов. Да, вот смотрите, все верно. Это опять-таки, если, например, мы также говорим нашим ученикам, что я не буду смотреть на первых трех, мы потом возьмем протокол ответов, посмотрим и выставим там и так далее. Это все можно смело использовать и также можно отметку поставить, но вот единственное, что всегда есть но, что наши ученики могут испытывать чуть больший стресс, который может отразиться на результатах их ответов. И вот опять-таки, вот это вот даже техническое, в квизис, например, очень часто. Я сама в квизис отвечаю неправильно на свой же собственный тест, который, например, сама создала и хочу его протестировать. По одной простой причине. Ты просто хочешь на экране увидеть что-то чуть ближе или, например, не вмещается предложение, и ты думаешь, о, подниму, хочу прочитать. И в этот момент ты не поднимаешь, в этот момент отвечаешь на вопрос, даже еще не успел прочитать варианты ответа. И если вот такой вот недовольство страны учеников накапливается, то это нужно учитывать. А накапливается оно тогда, когда, как правило, за это выставляется какая-то, не какая-то, за это выставляется отметка. Вот Инга пишет, самое важное договориться с детьми. Если с детьми есть договор, если они понимают, что система может ошибиться, интернет может пропасть, я могу неправильно нажать куда-то не потому, что я не знала, а потому, что я просто нажал на экран. Вот если вот все вот это вот обговорено и снято, и они не переживают, тогда почему бы, почему бы нет. Можно использовать таким образом. Теперь далее, коллеги, относительно скорости. Смотрите, вот если мы спрашиваем вопросы, мы задаем вопросы, которые нацелены на то, чтобы ученик воспроизвел информацию из памяти и достаточно быстро, то есть если мы даем задание, ну, действительно, на зазубрить, зазубрить. Не нужно там думать о тебе долго, на зазубрить. Либо помнишь, либо не помнишь. И, например, вопросы могут быть, допустим, если это история, то какие-то факты, да, в каком году? И четыре даты предложены. Или кто являлся генералом в этом сражении, на той стороне, опять-таки, в таком-то году? И четыре каких-то фамилии. И они это воспроизводят. Коллеги, что, пропал звук? Напишите мне, Наталья пишет, что нет звука. Я тут, я тут. Коллеги, если меня слышно, то сердечки на-на-на-на запускайте. А вот если не слышно, то что я буду делать, тогда не знаю. Не идут сердечки. Это сама с собой, да? Веду беседу, миленькая. А, все слышно, Олеся пишет. А почему сердечки не идут? Олеся, может, только вы меня слышите? Ага, полетели, полетели. Окей, значит, это все-таки задержка. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, поняла, коллеги. А то так приятно сама с собой, конечно, поговорить, миленько. Итак, так вот, коллеги, если у нас викторина только на то, чтобы ученик воспроизвел по памяти, то вот здесь нужно очень хорошо подумать, и мы за это ставим отметку, то вот здесь нужно нам просто самим подумать, что мы измеряем, что вот эта отметка, которую нам ученик здесь, который ученик получил, что она нам показывает, о чем она говорит. Если, например, наш ученик получил за эту викторину сегодня, за то, что вот он из памяти воспроизвел информацию, если он получил, например, за это пять, значит ли это, что если он через неделю ровно ту же самую викторину ему предоставит, что он снова получит пять? А если мы эту же самую викторину через два месяца, он снова получит пять? Вот здесь нужно очень хорошо понимать, если мы даем вопросы на зазубрить и проверяем, насколько зазубрили, что мы этим получаем, что мы замеряем, с какой целью мы это проводим. Если у нас цель, нам нужно, чтобы ученики знали эти формулы, эти определения, эти факты, потому что потом без этой информации дальше ты не сможешь идти, то есть нам очень важно, чтобы это у них осталось в памяти, тогда цель этой викторины закрепить в памяти. Мы закрепляем это в памяти. А для того, чтобы это в памяти закрепить, ребенок должен увидеть вопрос и из своей памяти это воспроизвести. Он должен задуматься или не задуматься, напрячься и воспроизвести это из своей памяти. Но тогда в этом случае, коллеги, мы также нашим ученикам и говорим, что, ребят, вот сейчас будем прикладывать усилия для того, чтобы воспроизводить по памяти, например, события предыдущих двух уроков по такой-то, опять-таки, исторической у нас теме, была у нас французская революция. Вот давайте-ка вспоминать, давайте-ка, ребята, вспоминать, какие даты, кто был у власти, чем у нас занималась, я не знаю, там даже ничем занимался, это уже немножко другого уровня вопрос. Какие эти уровни, или как это сказать, система слоев населения какая была, как это, мне не сформулировать сейчас это правильно, коллеги. Ну, в общем, какие слои были в обществе и так далее. То есть вот, ну, вспоминаем, просто вспоминаем, вот прилагаем сами усилия. Для чего? Во-первых, вы улучшаете свою память таким образом. Вы, может быть, даже какие-то новые связи в своем мозгу создаете. А чем больше связей, тем лучше тогда и быстрее эта информация у нас из памяти воспроизводится. И именно с этой целью мы и проводим викторину. И ребята об этом знают. Они понимают, что нет смысла сейчас быстро подглядывать в учебник, чтобы увидеть, а-та-та-та-та, в каком-то году что там было? Нет-нет-нет, не надо. Да, постарайся вспомнить. Да, ошибся, не вспомнил. Но вот он, правильный ответ. Вот он, да, давайте как ассоциации какие-то придумаем. Но что-то сделаем для того, чтобы... Так уронила бумажку из книжки. Для того, чтобы эту информацию воспроизвести. Тогда ребята тоже понимают, в чем ценность этой работы. Для них мы укрепляем свою память. И мы сейчас вспоминаем ту информацию, которая нам понадобится на этом уроке, и, возможно, что на последующих. И тогда можно еще через три урока снова провести викторину, которая проверяет также их по... На то, насколько хорошо они помнят эти факты. Их можно по-новому создать или в каком-то новом контексте им показать. Опять-таки, для чего? Чтобы новые связи в мозгу у нас образовывались. Чтобы легче было эту информацию воспроизводить по памяти. Но, коллеги, мы тогда не ставим за это отметку. Потому что цель не заключается в том, чтобы их проконтролировать. Как бы, что мы контролируем? Их память на сегодняшний день? А завтра по этому же вопросу их память уже будет... Ослабнет, потому что они же не занимались этим. Они пошли на другой урок. Они, в конце концов, общались с друзьями, с родителями. Это вообще забылось. То есть эта отметка ничего не показывает. Вот если она была... Если эта викторина была составлена на зубление информации. Мы тогда отдаем себе отчет, что мы проводим эту викторину, чтобы улучшить их память. Чтобы закрепить вот эти вот нужные факты, которые... Или нужные операции, которыми они должны будут обязательно воспользоваться на следующих уроках. Еще раз. Все. И мы ребятам также эту мысль явно доносим. Они также должны понимать. Вот, кстати, я, например, помню у нас на лекции... Несколько дней назад, когда я участвовала в одной лекции, там нам преподаватель показывал на нас один такой тест, где мы были подопытные. И вот она нам называла слова. Мы писали для себя такие определенные ассоциации. И потом мы переворачивали лист и воспроизводили слова по памяти. Вот что мы сами помним, то и воспроизводим. И она, например, также сказала, что не подсматривайте. Как бы, ну, не имеет смысла подсматривать. Старайся приложить усилия, чтобы вспомнить, какая последовательность из 15 слов была, например, произнесена преподавателем. И здесь нету, что я вспомнил только 3, а он 12. А-а-а, ну все, на мне можно ставить крест. Нет, это не для этого делается. Это делается для того, чтобы ты совершил усилия, чтобы у тебя в мозгу произошли определенные изменения, и чтобы ты понял, ага, вот 3, значит, в следующий раз надо постараться, чтобы было, например, хотя бы 4, ну, хоть на один улучшить. Между собой, опять-таки, никого не сравниваем. Лично я свою личную память развиваю и прилагаю для этого усилия. И учитель мне в этом помогает. Итак, страшно, когда викторину проводит строгий учитель, нацеленный на результат, оценку. Да, и вот здесь вот вопрос, опять-таки, за что мы выставляем эту оценку. Ну вот, коллеги, у меня на YouTube-канале можете найти видео, которое называется «Почему учащимся надоедает кахут?» И вот это вот одна из причин, почему интереснейший инструмент, который был создан для того, чтобы было фан, для того, чтобы сам учебный процесс стал интересным, атрактивным для наших учеников, чтобы они бы вкликлись уже в этот учебный процесс, а нет упоминания «Сделаем ли кахут?» Они говорят «А-а-а-а-а, только не кахут!» Потому что они понимают, что сейчас опять у них будут спрашивать в основном фактические знания и выставить за это отметку. И, конечно, ты хочешь в этот момент сказать, что интернета нет, телефон забыл, я не знаю, все что угодно придумаешь, готов вообще заблокировать интернет в школе, но потому что никто не хочет получать плохую отметку. Да, это одна из причин. У меня, по-моему, там было аж 7 найдено, потом посмотрите, если кто еще не видел, посмотрите. Итак, вот, коллеги, это относительно викторины, которую мы создаем для контроля. Вот, это вот одна. То есть мы можем провести контроль, почему бы и нет. Мы можем и память проверить, и все. Но мы должны четко для себя понимать, в каком случае мы ставим отметку, в каком случае мы не ставим отметку. Если мы хотим отметку, то можем действительно проконтролировать при помощи других инструментов, а не тех, где может и техническая ошибка быть, и легко достаточно, и которые еще немножко тебя в стресс вводят, и которые, честно говоря, созданы для того, чтобы просто было весело и приятно. Может быть, мы не будем с этим инструментом другие ассоциации нашим ученикам создавать. А вот насчет этих первых трех и распределения системы баллов каких-то поощрительных, это все личная договоренность учителя с учениками. Ученики согласны? Да, супер! Им интересно? Да! Никто после вашего урока не плачет? Отлично! Почему бы и нет? Юрий, например, когда Кахут использует своим студентами, он тоже, по-моему, первым трем добавляет какие-то баллы. Все довольны, всех устраивает. Если будут недовольны, значит, они будут заново снова обсуждать, а как тогда будем делать. Может быть, вообще баллы отменим, да? Что мы придумаем? И так далее. У меня только 4-5 ставятся, все равно не играют. То есть не играют, Ольга, в эту викторину, да? Не хотят викторину? Вы, кстати, вот посмотрите тогда мое видео, чтобы я сейчас не занималась этим вопросом, посмотрите, Ольга, мое видео на YouTube, почему ученикам надоедает Кахут. Будет там какой-то, например, вариант, который совпадает с вашими учениками или нет? Если нет, тогда нужно будет. Пишите опять в комментариях, будем разбираться, потому что за этим остаются определенные причины. Вы, кстати, спрашивали у учеников, почему, чем они это объясняют, почему они не хотят. Это же интересно. Я, например, сама, когда где-то бываю на лекциях или на курсах, с удовольствием Кахут играю. Юрашка, привет! Юрашка, а ты меня слушаешь или смотришь? Так, и поехали далее. И вот теперь второй момент, коллеги. Второй момент, если мы составляем викторину для процесса, то есть викторину, с помощью которой наш ученик учится, и он понимает, что сейчас при помощи этой викторины он поймет, например, тему, или не тему. Ой, сейчас, секундочку, наверное, Юрий пришел, коллеги. Ты только что был у меня на прямом эфире. Как ты тут уже оказался? Да, пока я в лифте ехал, смотрел. А, ты пока в лифте ехал, смотрел? Хорошо. Ну вот, Юрий, ты можешь тоже помахать в кадр. Ты в кадре. Чуть-чуть ты в кадре. Итак, если, например, допустим, изучаемая тема была признаки равенства треугольников, то ученик понимает, что посредством этой викторины он сейчас сможет в этой теме разобраться. Вот так вопросы выстраиваются, что ученик не проверяет, насколько хорошо он помнит эту викторину. У него определение этой викторины может лежать так. Вот Юрий унес мой учебничек перед глазами, который я хотела показывать. У него определение, например, первого признака треугольника или первого и второго признака равенства треугольников у него может лежать чисто перед глазами. И перед викториной он прочитал. Ага, если вот угол, сторона, понятно, то в этом случае равны. Окей, хорошо, понял. И вот теперь идет викторина, которая позволит мне эту информацию применить. И прежде чем я каждый раз могу смотреть сюда, каждый раз могу смотреть на рисунок, на определение и смотреть на эту викторину и думать о том, вот что же здесь углы, стороны, что же там, да как же там, да где же там. И отвечаешь неправильно, и учитель объясняет. И учитель объясняет, почему именно так, почему не по-другому. А смотрите, вот если мы подумали, что вот этот вот вариант ответа, это значит, ребят, вы вот то не учли. Прочитайте еще раз, посмотрите. Разобрались? Пойдем, давайте следующий вопрос. Посмотрим, насколько хорошо стало понятно. Пошли к следующему. Опять какая-то ситуация, какой-то рисунок, какой-то график и варианты ответа согласно него. И ты опять тогда отвечаешь на этот вопрос. И ты понимаешь, что о, если я к седьмому вопросу викторины стала отвечать правильно, значит, наверное, в этой теме теперь я разобралась. Это значит, что уже когда я буду домашнюю работу, например, решать, мне уже будет гораздо проще. Все, я уже все свои непонимания, в принципе, здесь сняла. А если еще будут, например, у меня во время домашней работы какое-то непонимание, то опять-таки приду, спрошу учителя. Вот таким образом. То есть ученик посредством этой викторины учится. Вот такие викторины, они, как правило, очень нравятся и ученикам, и студентам. И, допустим, вот Юрий, приведу опять-таки сейчас его пример, когда он работает со студентами на курсе математического анализа, он, например, они изучают интеграл и двойной интеграл. В двойном интеграле основа основ это умение определять область определения для интеграла. То есть у тебя даны, например, пересечения каких-то двух графиков, и тебе нужно определить, какова область определения для них. Область определения? Да, наверное, область определения. Область интегрирования, коллеги, не область определения. Область интегрирования тебе нужно уметь определять. И если ты вот с этим не разобрался, то дальше тебе и к вычислению двойного интеграла уже будет трудно идти, потому что границы неправильно расставляешь совершенно, и у тебя все время будет выходить неправильный ответ, даже если ты бог в интегрировании, но границы будут неправильные, то есть ответ будет выходить неправильный. И, например, Юрий студентом делает такую викторину, где каждый раз один и тот же вопрос, каковы границы интегрирования, какова область интегрирования, но всегда разные графики. И вот он говорит, что там, по-моему, вопросов у него 14, и вот, например, на начало самый первый график, первой границы, и студенты сами хохочут, когда видят свой результат, они понимают, что вроде бы только что на эту тему говорили, и все как будто понятно. Ну вот она ситуация, где тебе нужно теперь самому что-то делать, и вот тут всплывает все сразу же. А почему? А если это сверху? Разве не так нужно было считать? А если вот слева, справа, и так далее? Вот тут вопросов уже ой, как много будет после того, как они увидят, что они ответили, например, неправильно. И вот тогда в этом случае Юрий начинает объяснять, что, ребят, смотрите, если мы слева направо, если сверху вниз, то одно, а если у нас y выражен так, а x выражен так, и так далее. И вот это он начинает им объяснять. И к концу викторины, когда они доходят до 14, ну, там 99% все равно сюда найдется кто-нибудь один, кто что-нибудь не так там выберет, которые 99% уже отвечают правильно. То есть, окей, в принципе, теперь это вот определение границ интегрирования нам стало понятно. Они разобрались. Отметки никто не ставит, за это поощрительные бонусы не получают, хотя надо спросить Юрию, может, и получают, но он, к сожалению, сейчас вышел. Но сам факт, что это процесс, и тут же происходит коррекция их знаний. И они это понимают, и они это ценят, и они хотят эту работу. И Юрий говорит, что иногда, например, в середине лекции он может сказать, что, ребят, 7 минут выйдите погуляйте, сходите за кофем, да, или посидите поболтайте. Я за 7 минут сейчас быстро вам сделаю викторину кахут, потому что мне сейчас важна обратная связь. Я сейчас хочу узнать, насколько хорошо вот этот момент вам понятен. И накидывает, например, 4 вопроса, и все. Ребята начинают потом отвечать. И он говорит, что видно, как они сразу вовлекаются в процесс, сразу же немножко так эта осмысленность в глазах появляется, потому что с темы начинают думать, начинают разбираться, и это провоцирует их на то, чтобы задать вопросы преподавателю. Так. Да, по-моему, вот все, коллеги, теперь посмотрю, что вы там написали. Да, все, что я хотела сказать, я сказала. Стоит тут у меня еще, правда, какой-то пример рассказать. И вы представляете, что за пример я хотела рассказать, не помню. Надо было написать, какой пример. Ладно. Так хочется вспомнить, ну что же я хотела здесь рассказать. Вы пока пишите, вы пока пишите, может, у вас есть вопросы. Я все пытаюсь вспомнить, но какой же я здесь пример хотела рассказать. Я, наверное, хотела здесь что-то рассказать именно про процесс. То есть, либо мы поддерживаем процесс, либо мы уже оцениваем какой-либо результат. Да. И если у нас задача и цель заключается в том, чтобы ученикам помочь учиться, и посредством этой викторины, например, разобраться с новой темой, то, конечно же, отметку мы за это не выставляем. Ну, представляете, например, если так же я веду курсы для учителей, рассказываю им, допустим, или объясняю, например, тему перевернутого класса, и они мне задают вопросы, и я, о-о-о, понятно. Этот вопрос говорит о том, что вы с этой темой не разобрались, не разобрались. Нет, все, 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 все. Сейчас сразу тест проведу, раз такие вопросы пошли. Сейчас я тест проведу, и все, и все сразу будет понятно, кто что получит, например. Или рассказываешь информацию, просишь ее, например, повторить, и тут же проводишь эту викторину, которая проверит, насколько хорошо вы запомнили то, что я рассказала. Ну, и, конечно, тут же будут возникать какие-то, какое-то недовольство, какое-то ощущение несправедливости, и ты думаешь о том, ну, вообще-то я пришла сюда на этот курс, чтобы научиться, я вообще-то хотела разобраться в теме перевернутого класса, а вы меня проверили, насколько хорошо я запомнила основные характеристики перевернутого класса, или основные принципы, а я их не запомнила, и теперь поэтому я получила три. И вот что это показало? Вот что это мне показало? Ничто. О перевернутом классе я по-прежнему как не разбираюсь, так и не разбиралась. Как его применять, не знаю, но три получила уже за что-то. Вот эту цель очень нужна, очень нужна. Вот эту цель нам очень важно удерживать, конечно же, в голове, коллеги. Мы сейчас процессом занимаемся, то есть мы сейчас обучаемся, и в ходе обучения мы можем смело ошибаться. И в викторине я могу неправильно, я могу вообще на все семь вопросов неправильно ответить, потому что, ну не понимаю я, и все, ну вот, ну как же так, ну не понимаю, почему, почему? И тебе каждый раз объясняют, 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 и это и есть процесс учения. Я и учусь таким образом. А потом уже когда-то можно провести тестирование контрольное, которое уже нужно быть готовым, к которому уже все неразрешенные моменты разрешены, непонятный момент разрешены, и тогда уже можно делать какой-то срез и проводить контрольную работу, которая уже покажет, ну, насколько я знаю, насколько я умею, какие навыки приобрел и так далее. Но для этого все-таки лучше подбирать уже другие инструменты. Вот, коллеги. Так, ну что, если есть вопросы, они наверняка есть, но для них, как всегда, нужно время, да? Вот представляете, я сейчас скажу, в течение двух минут задать вопрос. Трудно, правда будет? И порой нужно эту информацию, нужно с ней походить, нужно ее приварить, а потом прийти в класс попробовать сделать, и вот тогда эти вопросы снова приходят. Тогда приходите опять на мою страницу, будете задавать. Так, ой, сейчас, я тут пытаюсь раскрутить ваши комментарии, потому что они у меня в сжатом виде. Так, это шестиклассники, а девятые классы выпускные, наоборот, ждут и говорят, что Кахут помогает разложить по полочкам знания. Я согласна с девятиклассником. А вот шестиклассники почему бойкотируют, что с ними? Кстати, коллеги, кто-то в комментариях написал, подождите, а кто писал? Сейчас скажу по имени, сейчас скажу по имени, кто писал? Евгения написала, что квизис в классе проходит очень шумно. Вот, Евгения, спасибо, что вы это написали. Это первый комментарий о квизисе, о использовании квизиса в учебной работе, который ссылается на шум учеников. Как правило, Кахут – это всегда шумно, а квизис – это всегда тихо. И я всем так всегда рассказываю. Теперь у меня есть один пример, один кейс, который говорит о том, что даже во время квизиса тоже может быть шумно. В общем, все, как всегда, зависит от класса. Ничего обобщать, к сожалению, или к счастью. Почему к сожалению? К счастью нельзя. Итак, отличное закрепление по новой теме после разбора в классе. Все считают, что поняли. Викторина помогает обратить внимание на ошибки. Совершенно верно. Ну и правда. Вот, друзья, даже, например, я сейчас, вот я, например, вот эта тема мне, допустим, хорошо понятна, так же, как вам понятно, ваш преподаваемый предмет и ваша тема, вы в ней профессионал. И когда человек рассказывает о том, в чем он хорошо разбирается, и ты его слушаешь, ну как будто бы все понятно. Ну вот как будто бы все понятно. А вот, например, предложи я сейчас вам какую-то ситуацию, ситуацию из класса, конкретную, короткую, в коротком виде, описание этой ситуации и к ней четыре варианта ответа, как, например, стоит поступить в этом случае, или согласно, например, информации или теории формирующего оценивания, как вы думаете, какой вариант здесь был бы, ну так сказать, правильным. Правильным в смысле, опираясь именно на эту теорию. Опираясь на другую, другой будет правильный и так далее. Вот тут вы уже будете думать. Все, вы уже будете думать, а варианты ответа будут такие, что вроде бы и этот правильный, как будто бы и этот правильный, странно, а какое же, чем же между ними различие. И вот тогда, когда вот эта вот диаграмма ответов выстроится, вот тогда вы захотите уже ответов от меня. А почему? А разве вот, а если? И тогда уже вот я, как человек, например, который в этой теме очень хорошо разбирается, могу пояснять. Ребята, вот смотрите, а если мы делаем это, то вот здесь мы не поддерживаем вот такую вот там базовую психологическую потребность. А в этом случае у нас ребенок вот стресс испытывает, и вот тогда, к сожалению, не работает. То есть основные принципы вот этой вот теории, например, не выполняются. И вот этот вариант тогда нам не подходит. Все, это уже немножко другое. И вот тут мы можем уже смело и вопросы задавать, и различные нюансы обсуждать, которые, например, до этого не всплывали просто. Потому что, когда слушаешь, все понятно. Ситуацию тебе предлагают, вопросы возникают. А когда ты еще и сам, например, должен будешь разработать собственную викторину в контексте, например, использованию для поддержки учебного процесса, я сейчас правильно сформулировала? Я хотела по-другому сказать, а теперь думаю, я точно донесла свою мысль, понятно. В общем, если тебе твоя задача стоит создать викторину для того, чтобы поддержать учебный процесс, а не проконтролировать, вот тут ты еще больше будешь задать вопросов и интересоваться, верно ли этот вопрос, правильные ли варианты ответа, а последовательность должна быть такая или нет, а как реагировать на вопросы ребят, как читать статистику, как проводить коррекцию и так далее. Вот там еще ряд вопросов тогда будет у учителя возникать. Точно так же у наших учеников. И это все в целом, это и есть учебный процесс. Мы всегда учимся, вот мы и учимся, мы и набиваем шишки, мы и ошибаемся для того, чтобы научиться. Так, вот что если списывают, в смысле подсматривают? Вот здесь смотрите, это так же, как в примере с проверкой памяти. Например, у нас задача проведения викторины – воспроизвести из памяти, потому что нам очень важно, чтобы, допустим, эти формулы у нас закрепились. Ну, важно довести их до автоматизма, чтобы мы к ним возвращались, и в конце концов на экзамене тоже не будет возможности подсмотреть. Нам нужно, чтобы они у нас постепенно-постепенно запоминались. Вот ребята должны понимать, в чем ценность. Конечно, ты можешь списать, но ради бога. Вообще даже никто не будет предъявлять тебе претензий. Списывай, смотри, кричи на весь класс, правильный ответ синий. Но ты немножечко как бы влезешь себе, ты себе чуть-чуть медвежью услугу делаешь. Ты не запомнишь эту информацию, ты вот эту вот нужную связь в своем мозгу не образовал, ты не воспроизвел ее, ты не сделал усилия, не приложил усилия, не произошло процесса учения. Они должны это понимать. И второе, мы должны понимать, почему они хотят списать, почему для них это важно. Я, например, в первом классе, нет, в первом классе своей дочери, когда моя дочь училась в первом классе, я ей давала тесты для самопроверки, которые были созданы в Learning Cups. Созданы были либо мной, либо другими учителями, которые я находила. Я ей давала для того, чтобы она могла проверить себя. Что она делала? Она, например, если это была классификация, она брала облачко, просто не читая, несмотря на картинки, соединяет, не подходит, соединяет, не подходит, соединяет, подошло зеленое, yes, 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 yes. Все, она соединяла, говорит, я сделала. Сид довольна, все зелененькое. Я говорю, ну ты же даже не читала. Не важно, что я не читала, не важно. Я сделала все правильно, все зелененькое. Я поняла, что для нее, вот для нее очень важно просто не ошибиться. Вот ей важно увидеть, что зелененькое, и ты молодец, отлично. И для нее еще ценности, сам вот этот процесс, и то, что она может себя вообще-то проверить сейчас, не представляет. Потому что когда она видит, что у нее ошибка, ее это так ранит, она не может это пережить. Она готова просто этот компьютер швырнуть куда-то. И мой тест, и меня вместе с ним, потому что ее это невероятно ранит, и впоследствии потом злит. Потому что она, видимо, воспринимает это как неудачу. Все, не сошлось, зелененького не появилось. Неудачник. Тебя постигла неудача. Сейчас она в третьем классе. Сейчас она в третьем классе, и она уже совсем по-другому относится к этим приложениям для самопроверки. Она действительно теперь понимает, что каждый раз она читает новое предложение, новую ситуацию, она думает о том, какое слово сюда подобрать, какую картинку сюда нужно. Отношение изменилось. Теперь она понимает, в чем ценность. Вот у наших учеников также надо спрашивать, почему? Почему ты сейчас, например, подглядел туда? Ведь тебя никто не наказывает, тебя никто не оценивает, тебя никто не ругает. Это твой процесс внутренний. Ты сам пробуешь, не помню. Вот честно, не помню. Поэтому поставлю сейчас зеленый на бум. Ну не помню, никаким образом не могу вспомнить это. И все. И ты осознанно ставишь это зеленый. Может быть, когда он видит, что у него на экране, например, если это кахут загорается красный, может быть, это как-то ранит. Ну неудобно. Тогда в этом случае, опять-таки, если они говорят о том, что вот это неприятно, то же самое, что вот моя дочь испытывала, в этом случае тогда можно перейти спокойно на пликерс. Там нигде ничего не отображается, просто видна статистика ответов, и все. И никто не знает, как ты ответил. Тихонечко показал свою карточку, никто не видел. Это осталось только с тобой. Еще один момент, например, если, например, предположить, что ученик не помнит никаким образом, не может он вспомнить эту дату, не может он вспомнить это число, и если он, например, знает, что лично вот он сейчас подглянет, вот найдет это, а-а-а, 1944, точно, и ответит правильный ответ. И если это позволит ему сохранить в памяти, все, все, то есть, вот теперь точно, потому что уже ассоциативный ряд, все, точно, помню, ученик задала, я не знал, я посмотрел, а-а-а, вспомнил, да, 1944, точно, то это может быть его стратегия, это может быть его стратегия запоминания, почему бы нет, с этим это можно также учитывать. Но вот тут нужно и с учениками поговорить, и до них эту ценность доносить, то есть, почему, например, ценность сейчас не подсмотреть. Я, например, помню, у меня был в классе случай, когда я задавала вопрос одному ученику, ребята все работали за компьютером, я работала учительом информатики, все ребята работают за компьютером, и я веду диалог с одним учеником, практически даже очень тихо. И вот рядом сидит сосед и стал как бы за него отвечать. А я говорю, подожди, подожди, не отвечаю. Он, ой, сори, извините, я говорю, не, не то, что ты сейчас подсказал ему, или еще, просто он сейчас пытался это вспомнить сам, он сейчас сам думал, и мне не важно, как он сформулирует, насколько коряво он скажет, насколько точно. Я хочу сейчас вот, во-первых, увидеть то, как он мыслит, а, во-вторых, чтобы он смог это мне воспроизвести, потому что я хочу с ним это обсудить. А ты как бы сейчас опередил, сказал, и все, и он не успел до конца свое вот это, он теперь сейчас просто твое же предложение скажет. Возможно, он то же самое имел в виду, возможно, но он бы ее сформулировал по-другому, а мне было важно и ценно увидеть и услышать то, как он это формулирует. Вот, и я помню, что у меня ученики потом на уроке впоследствии, ну, вот просто каждый говорит, другого не перебивает, а если у них уже групповая работа, то там уже, пожалуйста, перебивайте друг друга, как хотите. Вот так, коллеги, то есть все зависит от отношения и от цели, и от той ценности, которую мы вкладываем в эту работу, и насколько ценность этого процесса для себя понимают ученики. Вот. Насколько сегодня я? Почти на час? Почти на час. На меньшее не получается. В общем, я хэштег «Оперативка» уберу, потому что ни разу, по-моему, не оперативка, не летучка совсем, а все-таки такой полноценный прямой эфир получается. Итак, друзья, надеюсь, что с этим вопросом мы с вами разобрались. Если будут еще какие-то вопросы, смело их задавайте. Мне очень, мне очень нравится. Я сама кайфую от того, что вы задаете вопрос, который заставляет меня думать. И я тогда, и я тогда либо в виде текста свои мысли излагаю и ставлю публикацию, либо, либо вот, пожалуйста, прямой эфир, прямой эфир запускаю. На следующий прямой эфир я уже думала, вот не поговорить ли о перевернутом классе, а потом с другой же собственной мыслью опровергла эту мысль и подумала, может быть, лучше снять видео для YouTube-канала. Хотя, кто мне мешает снять прямой эфир, потом это видео на YouTube-канале опубликовать. Ну, в общем, я еще сама с собой веду беседу, мыслительный процесс у меня постоянно идет, я там сама с собой разговариваю. В общем, подумаю, подумаю. Если, коллеги, у вас есть какие-то интересные темы, которые мы могли бы именно обсудить на прямом эфире, то вы мне их тоже предлагайте в комментариях, предлагайте. Мне так нравится получать от вас обратную связь, а то у меня иногда такое бывает, как Юрий говорит, мотивационный кризис, кризис мотивации, когда думаешь, пишешь. Например, охват очень маленький или лайков мало и думаешь, может быть, неинтересно, может быть, непонятно, может быть, люди заняты, может быть, не тот день выбрала, не тот час для публикации выбрала и так далее. Ну, в общем, множество ответов. Статистика, конечно, Фейсбука немножко помогает иногда выбрать для себя правильное время для публикации, но все равно живые комментарии от живых людей, от действующих учителей, преподавателей, оно всегда больше, больше действует. Итак, спасибо. Спасибо, коллеги. И, кстати, если кто еще не знает, с вами всегда интересно, спасибо, спасибо. Кто еще не знает, коллеги, у меня в эту субботу стартует курс, на котором мы будем, ага, Юрашка пришел, на котором мы будем разрабатывать, мы заканчиваем уже, цифровые учебные материалы посредством инструмента Х5П, рекомендую вам его исследовать, прямо так наберите в этом, в браузере х5п.орг, вот посредством этого приложения можно разрабатывать цифровые учебные материалы для наших учеников, посредством которых они могут себя проверять. И вот там мы тоже будем составлять те учебные материалы, которые нацелены на процесс, потому что создать материал для контроля мы все умеем, мы все умеем, для нас это вообще никакой проблемы не представляет, а вот создать материалы, которые поддерживают учебный процесс, которые провоцируют наших учеников на то, чтобы они сами самостоятельно с этой темой разбирались, и как вследствие такой работы становились все больше и больше такими, знаете, самостоятельными, любопытными в плане учебной темы. Вот, коллеги, приходите, в субботу начинаем, первые, первые два эфира у меня по традиции бесплатные для участия, можете подключиться, посмотреть, подходит вам, не подходит, удобно, неудоблен такой, например, формат, и затем уже принять решение, пойдете вы с нами дальше в платную часть, пойдете до конца или нет. Курс обязательно пройдет с моей обратной связью, обязательно, я поняла, что без этого никак, поэтому все учебные ваши материалы созданы, буду лично, своими глазками, своими ручками проверять и предоставлять вам обратную связь. Ну, все, на сегодня все, я так понимаю, что, Юрий, ты, наверное, стоишь справа и намекаешь, что пора бы уходить, извинишь ключиками, Юрий намекает, что пора бы уходить. Итак, коллеги, прощаюсь с вами, о, Юрий, теперь ты тоже в кадре, тогда мы прощаемся с Юрием с вами и до следующего четверга, до следующего прямого эфира. Я думаю, ХАП-5 будешь не просто показывать, как он работает, а именно, как создать ХАП-5 настоящий, конечно, конечно, так, чтобы не стыдно вам другим показать. Конечно, конечно, качественный учебный материал можно создать такой, что просто, он будет проверять, знания учеников по памяти. Так же, как Ленинг Апс, так же. Можно создать Ленинг Апс, а можно создать такой материал, который вау. Это, как раз, китатка есть, вот, на этом, тесты по тригонометрии, ну, там, старые, открыл, а там все, на самом деле, принцип по фактически на память. Просто знаешь, не знаешь, знаешь, не знаешь, наше время это неактуально. Поэтому, надо вообще создавать ХАП-5 хорошее, это искусство, какое. Ну, мы же здесь совершенствуем свое педагогическое мастерство, вот именно этим мы и занимаемся. Вот, и Юрий дал свой комментарий. Юрий вообще у нас специалист ХАП-5, поэтому он, он об этом может часами говорить, так как он уже столько материалов там насоздавал для гимнастической ступени по математике, что... Да, у нас ХАП-5, скорее всего, будет свой сервер на всю Эстонию. Вот этого я жду. А вот, а мне нельзя его сейчас вот на курсе, Он сейчас еще не готов. Ой, как жалоб, вот мне было. У нас будет свой сервер, в котором будут такие возможности ХАП-5, которые в обыкновенном ХАП-5 нету. Да, да. Например, у нас там есть ХАП-5 Геогебра. Это маленькая, Геогебра, привет. Возможно, сквозь Геогебра, да? Да, да, да. Аппликейшн, да, 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 приложение Геогебра. И он такой, что ты даешь задание ученику, он рисует там окружность, а потом может нажать кнопку проверить, он правильно окружность нарисовал или нет. То есть, он видит, какая окружность должна быть, какую он нарисовал. Но у нас очень круто в этом смысле. И мы будем это развивать дальше. Министерство заинтересовано в этом. Вот этого развития я жду коллеги с нетерпением. То есть, у нас есть возможности, нам тут нужно создать сервер, чтобы учитывать впечатляем и пользоваться. Вот так-то. Вот, я пытаюсь снять с подставки. Сейчас боюсь, что они тебе... Понятно.